Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы хотим обсудить подробно наш любимый сериал Эль Куэр под Эль Дэ Сэл, потому что в первой части мы очень много времени потратили на два других сериала. Это точно много времени. Много времени. Ой, много. А сегодня мы будем обсуждать вот этот. И я предлагаю начать с того, чтобы поговорить, собственно говоря, об отношениях на съемках. Почему? Потому что очень многие люди страшно переживают и говорят, что ж там такое было с бедной Лореной Рохасой? Как ее там жутко обидели? Да ничего-то с ней не было. У Лорены характер, мягко говоря, тоже, знаешь, не дулься перит, как называется. Абсолютно. Вот. И когда говорят о том, что ее там жутко обидели, особенно ее национальное мексиканское самосознание, я считаю, что, в общем-то, грубая ошибка. Ничего такого не было. А было там вот что. У нас Лорена-то она курила, как паровоз. Да, и курит... А, сейчас не курит, да. Ну, сейчас не курит по известным нам причинам. Угу. Там нет ни до курения. Вот. И там, понимаешь, что получилось? Там, короче говоря, сцен-то очень много с поцелуйных, да, таких, мягко говоря, весьма горячих. И товарищ, который у нас главный плохиш вообще сериального мира, да, он мне сказал, слушай, Марин, не курите Христа ради перед этими съемками. А то вы дышать нечем. Ну, девушка обиделась, пошла в свой, значит, этот, свою коморку эту, начала плакать и орать, что пока он здесь, я сниматься не буду. И вообще, уберите его, замените его, потому что я с ним сниматься не хочу. Народ подумал, подумал, сказал, может, ты тогда нафиг пойдешь. Ну, да. А он останется. Иди, родная, гуляй лесом. Тем более, что это не первый случай. У нее такие же варианты были на съемках «Чужих грехов». Когда она там двух молодых людей просто-напросто из сериала выпнула, люди без работы остались. Ну, вот. А после этого она сказала, придралась каким-то словам, когда он сказал, что, типа, ну, что вы тут мексиканщину тут гоните, что ты мордой-то хлопочешь. Она сказала, ааа, он не любит мексиканца. Ааа. Ну, правильно, чем она хуже этой, как ее красотки силиконовой? Так они, слушай, они вместе на стике начинали, у них один мужик был на двоих. Причем Нинель у него, у этого мужика, у Лоры, увела. У них даже это самое, операции классические были такие, что если ты Ларину в молодости увидишь, ты ее сейчас, в принципе, не опознаешь, что это она. Да я видела, видела. Ну, вот. Ну, в общем, вот такая вот история. Короче говоря, я предлагаю, значит, с этим делом покончить и начать такие обсуждать художественные особенности этого замечательного сериала. Лен, ты с нами согласна? Да нет, я тут просто думаю, такой шикарный сериал, а кого на самом деле волнует за кулисья? Ты знаешь, Лен, на самом деле очень многих волнует, потому что нам на самом деле, вот когда мы читаем про этот сериал, да, потому что я очень интересуюсь им этим делом, вообще, аааа. Там же, понимаешь, такое ощущение, что люди просто смотрят чем-то другим, не глазами. Их не волнует художественные достоинства, их волнует именно то, что было на съемках. Кто, с кем спал, кто кого по морде ударил, да, кто кому какие-то гадости сказал. Ой, на самом деле, вот Вольклор по Дель Десео там 140 сколько серий? Ой, много. Там 146 в русском варианте резаном и 153, по-моему, в оригинальном. Ну, предположим, 150 серий, да, то есть эти 150 серий, их снимают, ну, примерно за год, да? Да, с сентября начинают. Где-то за год, да. Да, то есть если мы представим, 150 серий очень качественного телесериала сняли за год, да? То есть вы представляете, какой-то вообще был уровень напряжения на съемках, как много они работали, сколько сцен с паузом. Я тебе скажу, сколько они работали, это точно известно. Они работали от 8 до 14 часов в день. Вот, вот, и вопрос в том, что при таком адском графике работы, при таких сложных ролях просто не могло быть конфликтов, не могло не быть конфликтов, и поэтому это надо понимать. А люди, которые только вот этим конфликтам и уделяют время, они просто не понимают, что такая напряженная работа, она без них не может обходиться, и просто их надо воспринимать естественно, и надо вообще к актерам относиться с уважением. А уважения, как раз и нет. Лена, понимаешь, в чем дело? Лена, ты такая одна. Понимаешь, в чем дело? Ведь на самом деле, когда человек после съемок начинает на этом деле пиариться, как Ларена, которая давала кучу интервью, мне, честно говоря, это слегка поразило. Я думала, она умнее, потому что, ну, когда человек в студии говорит, ну да, мои заслуги тут самые главные, а что там все остальные, остальные, чтобы погулять вышли. Я сериал на себе вытянула. Ага, ага, при том, что ни до, ни после никогда ничего этого уровня она не выдавала. Как-то странно, не? Вот ты сама себе и ответила. Ларена понимала, что это ее звездный час, и из звездного часа надо было выжимать все. Да нет, слава. Плохими или хорошими средствами? Нет, 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 ну выжимала она все уже после сериала. Ну да, тем более, что если блуперсы посмотреть, то они там все более чем дружелюбно общаются. Ну ладно, бог с ним. Так вот, давайте все-таки начнем. Я предлагаю обсудить несколько линий. Ну, во-первых, Исабель, Сальвадор, самое главное, да? Ага. Петро и Сальвадор, какие были отношения изначально? Второстепенные линии можем поскольку-поскольку. А Андрес? А, Андрес не второстепенная линия, а Андрес одна из... Конечно, конечно. Я имею в виду там Валерию, там этих... Нет, ну Валерия это все детский сад, это песня, которая просто рядом звучала. Надо еще обязательно, извините, упомянуть про Гаэтану, потому что шикарно. Ой, конечно, конечно, конечно. Про эту Гаэтану можно. Да. Ну, поехали тогда. Давайте. Значит, ну, вообще, на самом деле, чем меня этот сериал, на самом деле, потряс, да? Вот именно накалом страстей, вот этими полутонами, эмоциями, которые, в принципе, не всегда передавали словами. Надо было смотреть на огромном экране на лица актеров, как они это играли. Я не говорю про те, которые там были жутко пневмически активны, я имею в виду Вальтера и тетушку Ребекку, да? Там потому что клоуны из Погорелого театра, пардон. Ну, ладно. Ну, почему? Канталисия тоже очень старалась. Ну, да, там ей по роли полагалось, да? Но то, что его делал Роберто Мол, Вальтер, это было страшно. Он старательно старался делать морду. Да. Вот, меня больше всего, конечно, волнует вот эта вот тройка, тройка, так сказать, актеров. Это Карпан, это Семарро и Рохас. Вот это, ребята, высший класс актерской игры. Просто высший класс. И потом, опять-таки, ни до, ни после он ничего подобного не играл. Богатые и бедные, или как там это называлось, было неплохо. А, ну, это колумбийский этот вариант, да? Да, было неплохо. Ну, там комедия, там до этого уровня могло дойти, но не дошло. Знаете, что меня поразило? Этот сериал, это мой любимый конёк, значит, я могу пару слов в это выдать. Все говорят о том, что Семарро сыграл две роли. Это до и после, да? Во время. Так вот, самое интересное, что он играл три роли. И первая роль, это когда просыпается Педро Хосе до носа и добегает до дома через все эти радости, отплёвываясь от всех этих виснущих на нём баб, со всеми этими делами, привыкая к своему новому телу, всё-всё-всё-всё, начинает работать у Исабель, всё замечательно, всё замечательно, до момента, когда он слышит то, как она говорит, вернее, как говорит Андрес, что вот мы уделали старикашку. И вот тут-то, вот тут-то, пока он там сидит на лестницах и рыдает, вот тут-то получается такой сплав. Там даже непонятно, что входит. Вот эта ненависть, которая у него там возникла, она переворачивает его душу настолько, что появляется совершенно другая личность. Ну да, там третья ипостась. Да, вот этот самый Сальвадор Серинца, который никакого отношения к реальному крестьянину не имел, но он также имел очень опосредственное отношение к Педру Хоседоносу. Это была просто третья личность. И он меняется, он же поменялся, у него поменялась походка. Даже внешне. Да, и даже внешне это было видно, что это уже не тот наивный старикашка, получивший молодое тело, который трепетно смотрел на эту Изабель. У него меняется взгляд. Он больше не трепещет, глядя на эту женщину. У него такой цинизм вдруг, ба-бах, фонтаном. Было интересно смотреть. Смотри, что он возвращается же с любовью. Он всех любит. Он ко всем относится. Помните, когда он первый раз в дом заходит, какое-нибудь лицо? Он так счастлив, он этот раз. А как он на Анхелу-то смотрит, когда видит этот первый раз? А как он смотрит на Изабель? Ну да, любовь-любовь. А потом, что? Потом, когда он все это слышит, и он же решает уйти. Помните, он говорит, все, я забираю драгоценности и сваливаю. Ну да. Но потом, когда он очередной раз слушает, как они хотят уже обмануть его любимую дочечку, он решает остаться и защитить всех. И расквитаться таким. Ну, в тот момент Изабель выгнала эту козу драную, домоправительницу. А, ну да, Абигайль. Абигайль, да. И совпадает то, что они начинают охмурять его дочку, и то, что они выгнали человека, которого он уважал. Они еще собаку хотели уничтожить. То есть, там было два-три существа, к которым он относился очень хорошо. Поэтому он и остался, в общем. Да, мне кажется, он не столько остался ради них, а потому что вот эта вот вся ненависть, да, вот это вот, что вот отомщу-отомщу, это все было наносное. Потому что все равно, вот, в Педро Хосе у него вот это вот чувство к Изабель, оно всегда было впереди всего на свете. Не-е-е. Вот мне показалось, что он, даже когда вот ее ненавидел, все равно, он вот даже когда на нее смотрел вот таким взглядом, типа, ух ты, вот задушил бы, он все равно в глубине души вот что-то на нем было такое, что он понимал, что никуда он от нее не двинется. Да нет, это-то он понимал, ну, понимаешь. Вот эта ситуация была такая, что сначала он пришел, и кроме любви у него ничего больше не было. Это была такая, знаешь, груша для битья. В тот момент с ним можно было делать все, что хочешь. Он любил свою жену, он любил свою дочку, он любил все, он вдруг вернулся. И эта наивность и восторженность, она у него била со всех дырок. А тельце еще какое? А какое еще тельце, когда он, наконец, привык к своему телу и осознал возможности, он был счастлив подарить вот это. Он же принес себя как подарок, Изабель. Ну да, ну да. Это же был подарок для женщины, которую он любил. Второй шанс, он приходит, он приносит себя. Молодого, потрясающе красивого, далеко не дурака, с огромным опытом. Он почему-то в тот момент решил, что Изабель будет счастлива получить вот этого нищего непонятно кого, который зайдет и скажет, слушай, знаешь, родная, я твой муж Педро Хосе. Не, ну да, это же я, это же я, ты что, ты что меня не услышишь? Это же человек, который на него абсолютно не похож и... Никак, никак, ничем, нигде. Совершенно другое лицо, совершенно другая походка. Он старается, но тело не дает ему двигаться, как старику. Да, он мимикрирует очень здорово, но не то. И вдруг он понимает, что мало того, что его не любили, его еще и отравили. Мало того, что его подозрения о рогах оказались правильными, потому что он сам-то не смог переспать со своей женой. Вся проблема. В этом заболевании еще бы. Да, возраст, заболевание, все. Он не смог осуществить брак, брак был только на бумаге. А помните, помните, когда ему снятся эти сцены, крестьянин у нас кантались эти жуткие совершенно, когда он просыпается в холодном поту? Ага, 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 ага. Когда она его этим мискалем поет, господи, прости. Да, 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 да. Только, конечно, та еще. И тут, понимаешь, получается такая штука. Вот этот подарок превращается в Мстителя. Он достаточно безжалостный. Да, он эту женщину любил, но это не помешало ему использовать Исабель по полной программе, что он и проделал. Вообще меня вот больше всего, знаете, что потрясло? Сначала, когда вот он с щенечьями глазами на нее все время смотрит, да, пытается за руку тронуть и все такое прочее. И потом вот эта вот метаморфоза, это жуткое дело. И уже, я уже, честно говоря, не помню, когда вот этот первый поцелуй был, после того, как он уже все узнал, да? Да. И когда он думает, что он умрет, он летит к ней целоваться. И потом вот этот сын замечательный, когда он переодевается, она приходит к нему и говорит, а зачем это вы меня поцеловали? Он говорит, да, а по-испански там интересно. Он говорит, ну как, красивая женщина, вот я поцеловала, а чего, инстинкты типа. Ну да, я думаю, что я убираю. Таких, как вы, много, ну одна, там другая. И она жутко возмущается, говорит, как? Да я одна такая. А он говорит, да вы что? Он говорит, да, какая фигня, да? Ну да, она говорит. И вот на этом начинается вот этот самый поединок, кто кого загонит. Она сначала, в принципе, заинтригована именно тем, что он к ней вот так пренебрежительно отнесся. Она говорит, ах так, будешь мой. А он ей говорит, афиг тебе. Ну да, это когда она приходит в лесу и начинает давить на него авторитетом, что ну давай быстро делай то, что тебе приказано. А он лезет ее выкручивать и целовать, и обцеловывать. Это гениальная сцена. Вот чисто поединок на мечах. Замечательная. Причем девица обмикает, да, а потом она говорит, ух, кстати, что ты тут делаешь? Давай тебе в дом вот велено, давай, не деться. И потом вдруг объявляет о том, что она замуж выходит. Ты смотришь, да, как среагируют? А не как. Скушал, а он говорит, да, поздравляю, да, ради бога. Хочешь идти? Замечательный подходит и говорит, замечательный выбор. Оба, она, что это. В общем, короче говоря, он ее доводит до такого иступления, да, что девушка за ним бежит в дождь и начинает его ниже умолять. И он к ней снисходит. И потом он ее бросает в этом лесу всю грязную, обляпанную какими-то там, я не знаю вообще. Вообще сцена была с одной стороны горячая, с другой стороны абсолютно оскорбительная. Да. Ну, конечно, еще бы в таких условиях. Он ее, ребят, ну он ее в грязи вывалил просто и бросил, и ушел. У Педро Хосе было поведение, Педро Хосе Сарвадора, было поведение, никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно будешь моя. Моя вещь. Хочешь побегать, но цепь длинная, побегай. Все равно мое. Да, вот-вот-вот-вот. Это гениальная совершенно сцена в машине, когда его Андрес везет. Андрес чувствует соперника. И какого соперника? Он не понимает, откуда у него такая ненависть к этому шоферу. И он всячески пытается этого шофера оскорбить, и с каждым словом он понимает, что он сам себя оскорбляет. Ну да, в стенку дубится, потому что ничто. Да, и не понимает, как это может быть, что вот он весь из себя такой, а это вот быдло стоит, вот это вот шофер типа, да, вообще кто-то такой, пустое место. И все вот эти вот оскорбления, которые на него сыпет Андрес, они как бы назад возвращаются, таким холодным душем. В общем, мне Андреса было жалко всю дорогу. Да, мне Андреса много где было жалко, потому что человек попал в собственную ловушку. Там, понимаете, что там, в принципе, не с тем связался. Он просто-напросто не просек вообще, с кем он сражается. Он думал, что ну просто там действительно какой-то мужик из деревни. Кто такой, ну да, ну красивый, ну все, ну что там такого особенного, да? Андрес ведь тоже не урод, прямо скажем. Андрес, он ведь, он не способен изначально оценить соперника, потому что он, что Педро Хосе считал за идиота. Да. Хотя Педро Хосе абсолютно не подходил на эту роль. У Педро Хосе был один недостаток, это его, то, что он идеализировал любимых людей. Дуверчивость. Да, да, да. Чрезмер надуверчивый. Верно, и Андрес, он недооценивал всю жизнь, он Изабель недооценивал, потому что считал, что всю жизнь может ей вертеть. Он недооценивал Анхела, он недооценивал вот этого шофера, хотя мог бы приглядеться к нему повнимательнее. Он просто сам для себя решил, что шофер ничего не стоит. Это ошибка очень многих людей. Это точно. Вечная недооценка соперника. И когда он, наконец, просек, что шофер, в общем, человек опасный, и когда он понял, что Изабель на него, в принципе, очень сильно запала, скажем так, таким словом, он начинает делать совершенно вообще ошибочные вещи. Он пытается от него избавиться, так или иначе. Он не пытается его победить. Да. Но он пытается его победить, в общем-то, физически. Он не может с ним ничего сделать, так сказать, ментально. Он пытается устранить его, как, знаете, как стенку отодвигает, вот пытается вот так вот. Помните, значит, на острый он пытается от него избавиться, в яхте его оставляет, точнее, в кафере. Потом он его пытается убить. И что, и чего он добивается? А ничего, собственно говоря. Он, наоборот, вот эта вот степень привязанности Изабель к нему, он ее только подогревает. Спрашивает, зачем он это делать? Неужели он не понимает? Он же умный. От безысходности. Ну да. У него, понимаешь, патовая ситуация была. Он, с одной стороны, понимал, что его любимая женщина все больше и больше западает на этого монстра. А он с первого дня считал этого шофера монстром. Он не считал его человеком. Он считал его монстром. Это монстр, припевшийся из деревни. Почему-то намного красивее Андреса, который внешне представительнее Андреса. Он, когда в пиджаке рядом стоит, в костюме этом, даже водительском, Андрес рядом с ним теряется просто. Ну, на его фоне там все, мягко говоря. Как это медсестра сказала, эти тараканы, да? Ну да. Ну да, вот. И Андрес никак не может понять, как. Я тут, блин, все сделал, чтобы все получить в руки. Я получил эту женщину. Я убил этого идиота старого. Не своими руками, пусть даже руками этой бабы. Да? И вдруг приходит какой-то водила деревенский. Ну, представьте себе на месте Андреса. Он уже практически всего добился. Да, это табло. Вот. Он уже все сделал. Никого нет, кто может ему противостоять. Он... Он... У него все схвачено. У него шпионы в доме, которые следят за всем, ему все докладывают. У него на работе все абсолютно схвачено. Эта женщина чуть ли не ест у него с ладоней. И вдруг, ба-бах, появляется нечто. И начинает выкручивать ситуацию в другую сторону. И он видит, что вся эта ситуация выкручивается. Но любые его шаги, они выкручивают ее еще сильнее. Ну, правильно. Если ты попал в ловушку, сиди, не барахтайся, потому что еще глубже увязнешь. Вот. Но тут еще интересная вышка. Какая вещь? Значит, посмотрите, что. Ведь Педро Хосе, который в виде Сальвадора, Сальва Пет, так называемый. Педро Саль. Педро Саль, Сальва Пет. Нет, нет, Педро Саль. Хорошо, Педро Саль. Так вот, Педро Саль, он же не просто вообще пытается, как бы, возьмись где-то, так сказать, всем воздать. Он же им пытается показывать, кто на самом деле. Он совершает проколы, казалось бы, да? Но проколы-то совершенно, как бы, осознанные. Это не проколы. Он регулярно. Это не проколы. Да, верно. Говорит о том, что может знать только Педро Хосе. Он им делает намеки. Ребята, смотрите, кто я. Откройте глазки, граждане, включите мозги. И они постепенно... Да, да, да. Он от них ждет, что они его узнают и что они обрадуются тому, что он вернулся. Но реакция всегда оказывается абсолютно обратной его ожиданием со всеми, кроме Земли. И вот посмотрите, что получается. Ведь вот интересная проблема, да? Какова реакция людей на его возвращение, когда они, наконец, домысливают, что это он. С ума сходят. Ангела. Ангела в ужасе. Значит, этот, которого Эрик Элиас играет, как его там зовут. Антонио, Антонио. С ума не сошел. С ума сходят. А Бигайль в ужасе зачем, господи, зачем ты пришел, да? Да, они все желают его возвращения обратно. Ты здесь не нужен, уходи. Все, умер, умер. Умерла, значит, умерла. Да, да. Никто из них, кроме Изабель и этой Гаэтаны, не сказал, что ты должен остаться. Вся эта шарашка говорила, уходи. А Вальтер так вообще стрелял. Так и всей этой шарашке было выгодно, чтобы он ушел. Он им тут нафиг был не нужен. У них все уже тоже на мази. Представите, вот мы Андреса обсуждаем, да? Говорим, вот какой он такой сикой, вот он все захапал. Дом, женщина, все. А Домингисы что, не то самое? У Домингисы тоже было все скачено. Да. А Бигайль такая вся эта самая с унылым выражением на этой пухлой мордочке. Губки в куриную гузку сложенные. Но она же все там так закрутила, что в принципе наследница их, дом их, фабрика теперь уже их. Ну да. Ну во всяком случае половина фабрики, сто процентов их, потому что наследница есть наследница. Короче говоря, ребята неплохо эту партию отыграли. Да, они все очень хорошо отыграли эту партию. Все замечательно. Единственное, кто там был как бы поприличнее, это Симон. Простой, как две копейки, такой же плоский, блин. Ну Симон был простой, да. Тут вот в этом сериале очень играют с тем, что человек может оказаться не тем, чем кажется. То есть с одной стороны вот те же самые Домингисы, они вроде бы такие хорошие, к ним невозможно придраться вообще. Ну да. А как копнешь поглубже, как от них потребуешь вот этой силы, души, именно вот осознать то, что человек вернулся и искренне обрадоваться этому. У них этого-то как раз нет у всех троих. То же самое нет у Анхелы. И именно вот Изабель, от которой Педро в конце концов ожидал-то меньше всего, грубо говоря, она единственная, кроме Гаэтаны, смогла вот эту силу души проявить, смогла она все осознать, она смогла не свихнуться и смогла действительно обрадоваться тому, что он вернулся искренне и захотит с ним остаться. Да-да-да, абсолютно верно. Так а Домингисы, они вообще, ну что там, какая там душа? Там душа мелкая, как пепельница, простите. Поэтому Анхелу к ним все время и тянет, поскольку она точно такая же. Вот такая нормальная мещанка, такая курица. Да, меня еще знаете, что поразило, когда Педро уходил с Изабель. Никому в голову не пришлось с ним попрощаться. Они знали, что он уходит, но они не спустились, просто не обняли, не сказали пару слов и так далее. Они там все у себя сидели, запершись по комнатам, и все, им нафиг он был. Они же боялись его! Каждый из них был грешен, и грешен очень сильный, и они все знали, кто это, и они боялись его. А Изабель ведь схватила силы души, и за ней грехов-то было побольше. Изабель выхода не было! И там была чистая любовь, таки старика она любила. Я просто последний раз про вот эту семейку и Анхилу скажу, и все, потому что они как таковые, в общем, конечно, функция. Когда вернулся крестьянин уже вот этот бессмысленный, да, он месяц у них там сидел, ни одной собаке не пришло в голову даже. Зайти к нему и посмотреть, что? Да, как он там, кроме Валерии, который пришел в голову, действительно его все-таки домой вернут. Валерии же не было, Валерии же не было, она уезжала куда-то, когда она вернулась, она зашла к нему, и она ужаснулась тому, что происходит. Тому, зачем, а держали-то они его, зачем, вы забыли? А, ну да. Они его задержали, потому что де-факто этот был владельцем фабрики, он был вдовец этой бабы, которая, да, Исабель, и он был владельцем фабрики де-факто, и владельцем всего этого, понимаете? Потому они его все держали там в заперти, чтобы этого полумка можно как-то по-другому использовать. Вообще, конечно, страшные люди, абсолютно жуткие, вот опять-таки вот разрушаются все новельные каноны, да? Вот эти вот хорошисты оказываются такими плохишами, что после них Андрес... Они абсолютно нехорошисты. Рядом с семейкой Домингесов даже Вальтер более человечный. А Андрес так вообще овечка. Тут просто здравый подход, потому что, в общем-то, если взять любого стандартного теленовельного героя, красивого и розового, если на него посмотреть с точки зрения жизни, ведь берет ужас. Ну это да, точно. Потому что это герой, который абсолютно ни на что не способен, который законченный эгоист, который вечно на ком-то висит, который ждет решения проблем от кого-то, который всегда думает только о себе и о том, чтобы свою мнимую чистоту души сохранить. Так, дорогая моя, Домингеси абсолютно отвечают этому делу. Вот, в этом-то и дело, что нам вот трезвыми глазами показали стандартных теленовельных героев. Вот, посмотрите, мол, вот стандартные теленовельные герои. Какие они чувства у вас вызывают, если вы посмотрите на них трезво и без розовых штампов? И какие чувства они у нас вызвали? Да монстры. Нормальные. Куча монстров. В этом, когда самая плохишка Изабель, да, которая по всем канонам должна быть злодейкой, ужас какой, и все-таки ее должны наказать, она на самом деле совсем не то, чем кажется изначально. Разумеется, разумеется. И Изабель, она оказалась морально выше всех этих моралистов. Она оказалась их лучше, несмотря на все, что сделала. Ну, не знаю насчет лучше. Вы не забывайте о том, девочки, что у Изабель не было выхода. А Изабель не хотела другого выхода. Она могла ведь от него уйти в любой момент. Куда? Куда она могла от него уйти? Она убила человека, забила его веслом. И есть свидетели этого? Подожди, он ее, Педро, ее отпускал. Он ей говорил, иди отсюда. Она сказала, нет, я с тобой, я с тобой буду до смерти. Да, потому что у нее не было выхода. Вы забываете о том, что она сломалась? Она же сломалась! После того, как она убила Андреса, она сломалась. От той прежней Изабель ничего не осталось. Ребята, вы что? Это уже не женщина, это уже обломки. То, чего хотел добиться Мститель, он добился, он поломал эту женщину на запчасти. Ну, тут, да, тут может быть. Потому что, смотрите, ведь этот наш герой без страха и упреков тоже совсем не то, за что, так сказать, нам его выдавали. Ведь он на самом деле страшный человек, абсолютно. А ведь он что делает? Он сам-то не убивает. Он убивает чужими руками. Смотрите, Андреса, он убил, фактически не Изабель, а того он убил. Он убил Андреса, да, он убил Андреса, но убил он его руками Изабель. Заодно, заодно, полностью ее разломав. Потому что он не поверил в то, что она его не убивала. Он до последней секунды был уверен, что она, да, его убила. Да, она его отравила. И вот этого он ей простить не мог. Он ее очень любил. Но простить убийство... Вы на доносо так не смотрите. Он, между прочим, с нуля добился огромных результатов. Он был очень жесткий бизнесмен. Еще бы, да. Он был жесткий бизнесмен. И то, что он проявлял себя добреньким дедушкой в доме, это было чисто как обдушина. Это он просто так. Он там, да, добренький дедушка тоже весьма относительный. Да, так что... Так на него не смотрите. Тут самое-то интересное даже не в этом, наверное. А дело в том, что когда вот первая часть новеллы идет, да, там, общение, 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 вроде бы все нормально. Ведь переломный момент начинается с того, когда он, Изабель, уговаривает убить Андреса. Как он ее уговаривает? Он не уговаривал, он программировал. Какой нахрен уговор? Он ее соблазняет, он ее обволакивает, он ее вот так вот... Это называется программирование. Он ее просто загипнотизировал и запрограммировал. Она в этот момент, она была как робот. Ты хочешь, я сделаю. Стоит такая вот, да, глазки закосила и уже не соображает, что происходит. То есть он выключил ее сознание, считай. Так вот, там есть один момент замечательный, да, что до этого момента крестьянин, который в нем как бы там где-то дремал, он о себе знать не давал. И вот когда он это вот делает, да, когда он бедную несчастную Изабель, значит, программирует, да, крестьянин просыпается и говорит, ребята, что за дела? Верните мне мое тело. Что это тут за этот самый... А вы знаете, какая хохма могла быть? Если бы он смылся с Валерией, крестьянин бы не проснулся. Да, это была такая развилка, и в принципе все могло бы пойти совсем по-другому. Да. Но авторы нам все-таки сделали большой человеческий праздник, и с Валерией его не пустили. Во-первых, потому что с Валерией он там со скуки подох. О, неизвестно, а неизвестно, подох бы он со скуки или искупил бы свои грехи, это тоже знаешь. Ой, не знаю. Да, неизвестно. Это, понимаешь, слушай, он же там и говорит, ну, да, что такое Валерия? Валерия это тихая заводь, ты океан там бурный, все такое, а она тихая заводь. Это он говорил Изабель, просто чтобы уже сказать, ты что забыла? Слушай. Ты забыла его глаза в этот момент? А почему тогда Валерия так дико оскорбилась? Валерия слышала и оскорбилась, она слышала голос. И Изабель слышала голос, потому что он... Надо было смотреть в его глаза в этот момент, когда он это говорил. Абсолютно. Вы понимаете, как? Вот, Валерий, он любил, он полюбил ее искренне. Это была такая приятная влюбленность, которая давала отдых его душе. И действительно, с Мойси, он с Валерией все было бы замечательно, просто бриллиантово. Для него, для него, для него, для него, для него. Да, 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 честно. Он бы прожил с Валерией тот период, когда душа туда-сюда прыгала, укоренил себя окончательно в этом теле. И после этого, вернувшись к Изабель, мог шинковать всех в капусту. Он просто потороп... Вернее, Изабель поторопила свою судьбу. Вот все. Ой, ну в общем, там все фатально абсолютно. И когда вот эти возвращения крестьяне стали достаточно такими настырными, помните, последний раз он пропал там на несколько дней, да? Да. Ну и в общем, да, в общем, ничего хорошего. А он продолжал коснеть в этом во всем, он продолжал свою линию гнуть. И в общем, он, наверное, и сам понимал, что чем больше он вот в этой месте увязает, тем выше вероятности, что крестьянин его все-таки вытеснит. Чертвоя матеря. Да, потому что крестьянин достаточно был сильный и достаточно чист. Ну да, он чистая душа. Он, я говорю, абсолютная такая вот чистая доска, на которой пиши, чего хочешь. Ну, не совсем чего хочешь. Негатив она сама стирает. Это автообновляемая досочка, которая стирает негатив. Блаженный нищий духом, как бы. Абсолютно. Вот, 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 он и есть нищий духом. Из тех нищих духов, из которых к старости получаются величайшие мудрецы. Потому что именно чистота духа, она позволяет им... Он же все понял, когда в итоге он сидел в доме у этих Домингесов. Он же все понял. Да, до него все дошло, до него дошла ситуация, он пошел, он увидел этого ребенка. Он же не идиот клинический. Он просто необразованный, но отнюдь не дурак. И что-то в нем от этого Педро Хозе, конечно, осталось. Вот, и он прекрасно все понял. За постой было заплачено. Да, да, да. За постой было заплачено, да. Он дошел до того, что он был готов там умереть, понимая, что вот этого от него ждут вот эти вот монстры, которые рядом с ним живут. Когда что-то сдохнешь-то, наконец-то. Да, да, они заходили к нему только с этим. Когда он подошел к ребенку, он же никогда в жизни не сделал бы ничего плохого младенцу. Ну какая истерика была у его этой дочки. А-а-а, не подходи, бедный мой ребенок, ты его убьешь. Кто его убил? Анжела вообще на редкость неприятный персонаж. Да. Мерзопакостный. На удивление отвратительное. Все ее потуги... Отвратительная баба. Все ее потуги быть хорошей девочкой. Тут такое дерьмо. Она достойная жена этому Антонию, который... Антонию. Куча лицемеров, куча вообще предателей, куча негодяев. Как мне нравилось, как Антони использовал Сальвадора постоянно, когда он узнал, кто это, да. В то же время абсолютно лицемерно делая вид, что, ах, как можно, ты уже мертвый, и вообще что тебе... И тут же он выкрутил его так, чтобы папочка его будущей жены заставил вот эту жену выйти за него замуж. Он же в итоге заставил. Да. То есть она у собой. Это все пошло вот таким образом. То есть Антони полностью его использовал. Ну и вещь маму, а что мама не пользовала. И мама пользовала. Окружающие. Мама, скорее всего, пару раз переспала с Педро Хосе в молодости. Скорее всего, да, потому что у него к ней какие-то такие особые чувства были. Когда вот этот последний разговор со слезами, да, ведь такое ощущение, что... А ее требование не жениться, потому что у него уже есть секом, кто ему нужен. Да, нормально, да, домоправительница еще пасть открыла, да, с такими требованиями. Офигеть можно. Потому что он явно с ней когда-то спал, и у нее были на него права. И она знала, что он очень хорошо относится к ним. Особенно он хорошо относился к Симону, которого он обожал. А может, это его ребенок? Очень может быть. Тут непонятно. А они с самым чем-то даже похожи были. Да, и они совершенно не похожи были с отцом этого, на которого дико похож этот засранец Антонио. 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 Да, но это наше предположение. Реально, может быть, в сценарии этого не было, но похоже очень было. Вот, но самое главное даже не в этом, а дело в том, что вот действительно вот это вот состязание, этот поединок Федро Саля и Исабель, чем он закончился? Он закончился, в принципе, саморазрушением, он разрушил ее и разрушился, зараза сам, потому что, ну, не знаю, хотел он этого, не хотел он этого, тут, в принципе, сложно понять. Он не хотел этого, он даже говорил Гаэтане, что он не хочет, что он хочет продолжать жить и использовать эту возможность полностью. Он просто переборщил. Гаэтана его предупреждала. Посмотрите, тоже вот интересная эволюция образа, да, вот Жанна Эклер сыграла очень здорово. Да. Сначала началась эта дешевая вообще идиотки, да, которая там духов вызывает, мифических, еще там что-то. И закончилась то чем? А человек, на самом деле, по-настоящему полюбил вот этого самого непонятного монстра и задумащего. Она прямо обнеслась как сыну. Как она переживает, как она за него, в общем, болеет. И ведь она ему говорит, что ты делаешь, уйди, оставь эту женщину в покое, ведь хуже будет. Он говорит, нет, нет, хочу, она будет моя, и все. Ну, это заклинило мужика. И ригидные абсолютно, негибкие абсолютно. Вот Педро Хосе, между прочим, вот дали ему вторую жизнь, да, иди, исправь, что было плохо. Фиг вам. Ну, в его понимании он исправил. Ну да, ну как бы он исправил. Ведь ему дан был шанс не для того, чтобы там пойти всех, всем отомстить, да. Ему был шанс-то исправить именно свои ошибки. Ему был шанс дан для того, чтобы он ушел с Валерией. Это был шанс для него единственный, вот эту вторую жизнь сохранить и жить нормально, отмаливая свои грехи, не выпендриваясь, как муха над зеркалом, жить. Но он предпочел, он предпочел вот это, он захотел, он хотел, он искренне хотел смыться с Валерией. Но когда Изабель поставила его вот так вот, перед выбором, перед, не перед выбором, нет, перед фактом выбора она сделала за него. Он же не знал этого ничего. Она сделала перед ним. Он врал ей, когда он говорил, что Валерия это, а я это. Это было вранье откровенное, потому что в этот момент ему хотелось ее оскорбить. Еще раз унизить, вот сказать, ты такая замечательная, ты вся из себя, уа, какая ты прелесть, но женюсь я все равно на Валерии, не на тебе. И тут, бабах, оказывается, она подставила ему эту Валерию, которая это все услышала. Оскорбленно заявила ему, что ты такая сволочь, предатель, дрянь, и вообще негодяй. Я за свою тетю. Это было, знаешь, человеку поставили к стенке и приставили пистолет к виску. Все, ты ничего не можешь сделать. Он сказал, ладно, повернулась так, значит, у тебя повернулась так, не хочешь жить, будем крошить. Ну, я на тебе женюсь, и я тебе угроблю. Да. Ты хотела, ты получи. Да, ты хотела. Вот такая простая сцена в церкви, когда у нее глюки начинаются, да? Эх. Это не глюки, это была демонстрация, он ей это дело демонстрировал. Ну, не, ну просто он стал показываться людям. Да. Вот эта вот сцена с Андресом на складе, это, конечно, тоже одна из величайших таких вот вершин теленовельного искусства, когда человек, наконец, понимает, кто перед ним и как они обо это играли, да? Между прочим, девочки, точно такая же сцена была в первом фильме. Абсолютно, один в один, слово в слово. Но накала, ну, близко нет. То есть они там бегают, хлопочут мордами, этот делает вид, что он плачет, тот, который играл Андреса. Абсолютно, рядом нет того накала, который проделал Каплан, или Карпан, пардон. Карпан. Вот, ну нету такого. Вот Карпан, он, он, у него истерика была. Ааа. Ну, у него, наконец, он, он и так понимал, да, что что-то тут не то, и ему казалось уже что-то, он уже что-то начинал до него доходить. А тут он уже убедился. Ну, это музыка, это вся эта хрень с бомбой. И у него была истерика вплоть до ужаса, у него крышу снесло. А там нет, там, там нет, там мужик, он, он скандалит, он вроде бы истерикует, но абсолютно спокойно. Он сидит там, что-то вопит, и в то же время лицо у него... Ну, не получилось. Ну, не вышло, да. Может быть, ты и есть, а может быть, ты и нет. Нету там. Тут сама по себе сцена еще совершенно замечательная тем, что, понимаете, вот сыграть такую степень презрения, даже не гнева, нет, вот именно презрение такое. Ну, как с червяком, он ему объясняет, что такое. Там не просто презрение, там еще брезгливость. Брезгливость, вот это, у него губы так вот вниз, такие вот, глаза у него такие, знаешь, как вот ты на таракана смотришь, да, господи, да. Я-то думал, ты прекрасный принц, а ты лягушка. Нет, жаба. Фе. Жаба вся в нарус. Фу, какая гадость. Фе, гадость, жаба. И раздавить тебя, что ли, да ну тебе нафиг, иди ты отсюда. Пачкаться не буду. Не буду. А там уже, понимаешь, он еще... Ну, почему Андрес в такой ярости, так сказать, впадает? Ведь ему же еще и обидно. Его вообще тут... Его, в принципе, назвали кем. Ты никто, и звать тебе никак. Ты из грязи пришел, ты в грязь уйдешь. Все. Я даже об тебя мараться не буду. Ты сам подохнешь. Просто я думаю, подобная ситуация была ведь и с Вальтером тоже. Да, абсолютно. То есть, когда Вальтер-то его... Когда они столкнулись в этой комнате, которая за библиотекой, за кабинетом, то есть, Вальтер ведь даже не понял, что перед ним Сальвадор. Вальтер видел Педро Хосе. То есть, это настолько суть прорвалась сквозь тело. То есть, главным стало... Главным было... То есть, Эль Кверпо Дель Десео. Да, то есть, вроде бы, главенствует тело, но на самом деле победил дух. Плохой или хороший, это не важно. Но дух этот прорвался, и он заставил видеть именно себя. А тело это так. Ну, тело. С телом у вас такое зло. Да, просто он с любым другим телом, молодым, наверное, смог бы сделать то же самое. Настолько дух силен. И Вальтер, по-моему, даже не понял, что перед ним Сальвадор. Он видел Педро. Нет, Вальтер не понял. Настолько Педро его... Вальтер не видел Сальвадора, он видел Педро Хосе чётко. Вот, да. Угу. И... Дух прорвался. Эта коза драная, это Домингесиха старшая, она же тоже видела Педро Хосе в моменте. Она не... В моменте она поняла, что перед ней... Там, когда они танцевали, она увидела Педро Хосе, ясно. Когда он ей что-то там напомнил и сказал так, 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 и зелёная, и брошка, и туды-сюды, и двадцатьпятая, она чётко увидела, с кем она танцует. Но она настолько психически закалённая баба... Да тупая она. Не, она... Э, не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, я имею в виду нравственно тупая. Она нравственно тупая. Нравственно, да, ей абсолютно пофиг. Она понимает одно, то, что ей на пользу. как она там скорбела по мужу я сидела умирала от хохота такой вообще не передаваем живой здоровый пришел так это вали отсюда ты нам тут не нужен у нас без тебя тут так все хорошо проблемами да и вот тоже да ну на самом деле что можно еще сказать по этому поводу сериал конечно гениальный ну потому что я помню когда я это дело смотрела то я была просто потрясена от просмотра сериала чтобы такое вот ошеломленное ощущение оставался не припомню я видела мужчин начиная от моего собственного мужа которые не отрывались от экрана так мой тоже смотрел удивительно абсолютно не теленовальный сюжет абсолютно не теленовальная подача и что еще удивительно 150 серий это ведь очень много и ведь в этих 150 сериях практически нет эпизодов которые можно было бы убрать то есть в обычной теленовели выкидывает 50 процентов а не пострадает а хоть я тебе скажу что сделали с этим сериалом для россии 72 серии оставили там выкинули всех домингесов ки бени матери там выкинули все левые сцены к бениной матери в чем дело вон у нас премьер-министр бени и я тут понимаете что тут вообще из этого сериала ничего вынимать нельзя потому что рассыпается целостность целостная картина этого делать просто нельзя я смотрела этот сериал вот так вот покромсаны и обкоцаны один педро хосе вперед на танке больше ничего нам по моему даже сцену убийства андреса сократили до невозможности то есть она его туда отвезла обратно уже приехала без минусы тоже интересные дела да ну и ну и ладно не буду ругаться насчет этой сцены кстати тоже очень и очень оригинально ведь она его туда отвозит он же полностью понимает что на его увозят туда убивать он же со всеми прощается ну да да они вам узнали да чем все это кончится нет он рассчитывал шоу на при пристреле у него то пистолет собой был он не выстрелил последний момент по дурости я не знаю почему или она у него это вышибал он он не рассчитывал что девушка с веслом так лихо с этим веслом управе вот все он собирался пристрелить за бы в очередной раз недооценка соперника фатальная недооценка в течение всего сериала одно и то же но это это свойство характера свойство характера человек в принципе постоянно совершает одни и те же нифига на этих ошибках не учится мне ничего не может ошибиться учиться на своих ошибках он их не видит осознать вот это и сказать да я идиот кретин и вообще надо вести себя по-другому они в такие ситуации не влипают ну вот тут по поводу из обильда она во первых мало того что осознала она в общем-то и кару свою приняла состоящим таскать спокойствие да да она осознала что она наделала после своего время свадьбы вот тот момент когда вместо ее обожаемого вот этого вот красавца сальвадора да вдруг возник старый хрен она поняла что ей не надо было ну конечно там абсолютно одна ровная линия она заклинина она была заклинина на старике ее заклинил этот андре а потом ее переклинился льва тут еще очень очень интересная сцена была когда помните когда он не делает предложение в первый раз да когда это на чердаке прохлаждаются ага целый день он не делает предложение она плачет от радости а у него такая фиген номер он же и проверяет он тут начинает вот это вот его игра да и когда будет он уходит от оттуда и заходят в ювелирный магазин и вспоминают эту сцену когда он в облике педро покупал этом колечко и опять его просто корюжит вон он ей не верит какая дрянь а он ей не поверил до последнего момента конечно конечно не поверю что он он прекрасно понимал встретиться еще какой-нибудь мужик покрасивее да он ей так и говорил же появится кто-то еще и ты перейдешь я тебя только любит непонятно кого она вообще это уже два раза да да непонятно кого она любила вообще просто непонятно но вот проблема в том что девушка она сломала ему возможность нормально у него была единственная возможность нормально отмаливая милосердием всяким неважно но это была единственная возможность и эту возможность она так сломала что он починить не смог это значит как это фатум дело того чем но мы же еще забываем про его настоящую семью про эту грязнуль куда 6 лет немывшуюся и про его сына с одной стороны и эту кандалисию не особо то жаль потому что на на редкость мир нет бедро хосе на эту женщину было глубоко наплевать ему не до нее было она ему было настолько безразлично и настолько она его раздражала своей тупостью невероятная это же не сальвадор это другой человек это подроссали совершенно другая личность вы понимаете но все равно вот когда она закончилась и когда жуткий этот финал когда все сказали за шушу такое вообще да нельзя было что-нибудь другое ведь на самом деле финал был единственно возможный финал именно карны и должно это было кончится вернись чужое тело верну не твой и на был закономерный этот парень между прочим он умер от перед напряжение вы не забывайте от чего умер настоящий сиринца вовсе не потому что педро хосе хапнул его тело нет дорогие он умер потому что он перенапрягся потому что до этого он пахал несколько дней на солнце у парня был просто-напросто инфаркт бывает такое даже с такими ну да он там свои какие-то забивал потом жену это любил свою да он забивал свои он огород он огораживал свою территорию до этого он подрался с соседями которые неизвестно как ему навешали на тело он просто перенапрягся парень умер потому что его дух исчерпал резервы для чего все кончилось время и хапнувший его тело этот педро хосеон сделал ему этой канталисии благодеяние она все равно не поняла она вообще не способна понимать что-то она понимает только то что она понимает что это ее любимый бык осеменитель там какая прелесть была это это же не я я же не твой муж да мне все равно мне тело хватит твоя душа да именно абсолютно верно ей душа не нужна канталисия приземленная крестьянка который нахрен не нужно все морально и интересует как она говорила зачем моему сыну учиться я крестьянка и пусть он будет крестьян нет тут ребята смотрите тут в общем-то канталисия домингис это все одной воды рыбы да просто те более цивилизованные там привыкли зубы чистить по утрам нож ножом вилкой кушать да но на самом деле точно такие же и и и садель между прочим среди них просто брюльян не случайно педро хосе из многих женщин выбирает именно ее ведь что-то же в ней привлекло правда но естественно что она действительно привлекательная для по сравнению с этими абсолютно приземленными хотя она тоже достаточно она не бабочка которая порхает оса но все равно в ней в ней потенциал при других обстоятельствах житейских да скорее всего что-то другое было бы да обратите внимание ведь та же самая изабель вы вспомните ее мамашу ой да вы вспомните ее тетку помню вы вспомните валерию вы представляете какая у девушки была семейка что ей капали на мозги с детства вот так как она видела перед собой маман которая только деньги видела вот и изабель в которой в общем-то очень-очень много было заложено хорошего которая была сильная которая выгодно отличалась от всей своей родни вообще непонятно как она такая умудрилась уродиться вот она оказалась вот этими своими родственниками она оказалась искорежена то есть вот суть ее которую педро заметил она была очень-очень-очень глубоко то есть эти родственнички ее которые безмозглые алчные и еще можно много терминов подобрать они ведь все равно на нее внимание влияние оказали ну конечно на выросла она выросла отличной от них то есть сколько раз она той же самой ребекки говорила которая там зарывалась я тут богатая и так далее она говорила а ты помнишь откуда мы пришли ты пойми деньги не делают людей лучше и эрбека это ее не понимала потому что она тупая примитивная баба нет она нищая баб ну поймите обстановочке она умудрилась она вот как как она там такая родилась но бывает не понимаю я смотрела на ее мамашу на ее тетку как а может она на то похоже а папа как в это угодил вляпался ой вы знаете когда бывают девушки да вот молоденькие симпатичные вот просто мужик пляпывается вот именно она заматерела и превратилась вот в эту бабу жутку да тогда уже блин поздно и осталось только одно помереть что он сделал девушку с давицей ну да в общем конечно об этом сериале можно говорить тут часами всяких тут моментов очень интересных много но давайте можно туда итоги подведем уникальные герои абсолютно неожиданно как лена говорит роли великолепное исполнение шедевр и вершина для них для всех кто играл там потому что ну так это между нами девочками говоря никто из этих актеров в дальнейшем я подчеркиваю никто таких вершин не добил образы уникальные уникальная трактовка я люблю симару честно я очень люблю симару да я симара фанка как тут люди будут писать не скрываю этого да и скрывать тут нечего но я могу вам сказать что марио симара тоже в этом сериале добился своей вершины это был вверх дальше он играл хорошо но такого больше не было но потому что не было такого сценария не было такой глубины потом реала потому мужик сидит и перебирает вот туда не хочу сюда не пишут фигню предлагает он в море любви сходил на них у меня непонятно зачем альберта гомес пригласил зачем ужас в этот наследники дель монте можно было бы сделать хорошо и он в общем там как бы нащупал что ему играть да но там тоже свои проблемы были предательство вообще замечательная вещь была особенно алсидес но опять-таки сценаристов сценаристов надо теле муда выращивать да а все-таки насчет эль-корпа дель-де-сео это было вот с моей точки зрения то есть я высказываю свою точку зрения то есть это был поединок тела и души то есть с одной стороны тела которая вообще то есть там ведь много показывали симара обнаженного но не для того чтобы вот именно сделать рейтинг за счет тела а для того чтобы вот тело и вот дух и дух он победил то есть ведь многие вот мы сейчас говорили о том что практически все его домочадцы начали уже видеть педро то есть дух продрался сквозь тело тело шикарнейшая оболочка красивейшая и она в первую очередь изначально бросалась в глаза то есть плохой он или хороший это не важно тут главное что в поединке тела и души победил бык да и в конце концов вот вы говорили о том да что изабель она была поломана на осколки так далее у меня создалось честно говоря другая точка зрения то есть вы не спорте я просто выскажу сейчас изабель она мне кажется что эта женщина которая создана для того чтобы любить своего мужчину то есть она вот в эту любовь она способна уйти ей ничего кроме этой любви не надо то есть амбиции карьера деньги так далее но все равно мне кажется изабель она искала подсознательно человека которому она могла бы всего себя всю себя посвятить и когда появился педро хосе вот этот старик да она его полюбила но вот в ней эти амбиции да то есть я молодая красивая тут старик но как я могу его любить то есть у него у нее вот был поединок именно вот этой вот навязанной ей мамашей теткой и так далее что мол главное деньги вы извлекай выгоду из любых обстоятельств а с другой стороны вот это ее женской сути и она андреса обожествяла возводила его на пьедестал именно потому что у нее было было вот ее предназначение посвятить себя мужчине и в то же время она понимала что андрес этого не стоит и поэтому она ради него педро убить не смогла потому что она понимала что андрес не стоит того а когда появился вот как ты говоришь педроссаль да она почуяла в нем педро она инстинктом поняла гораздо раньше что это педро чем она это осознала головой то есть она лице первая из всей этой семейки сказала это же взгляд педро она после первой встречи сказала и оно понимала уже что вот мужчина дав которой и красота тела и красота духа и она именно вот ради этого человека она получила идеал она убийства она смогла убить андреса именно потому что понимала что педроссаль вот он в отличие от андреса этого стоит то есть она сама себя конечно покорежила И Педро ее покорежил, но вот суть осталась. И когда в конце она в машине видит именно Педро, а не Сальвадора, то есть она поняла в конце концов, что Педро ей был важен сам, вот сам по себе. Без этой оболочки целесной. Да, оболочка это одно, да, а вот именно Педро, и она, мне не показалось, кстати, что она вот в осколки превратилась, мне показалось, что она очистилась от всего наносного, от того, что ей вот навязывалось мамашей, теткой, обществом, Андресом, вот Валерия, это все вот у нее сидело на голове, а потом она всего этого освободилась. Валерия ей ничего не навязывала. Валерия, она вертелась рядом, такая вот маленькая. Валерия постоянно, это такая пиявка прилипала, которая постоянно свои проблемы на тетку вешала. Ну там тоже специфическая женщина. Да, и вот когда они в машине уже, и Изабель принимает решение, и мне кажется, именно в этот момент у них произошло вот единение. То есть Педро именно в этот момент понял, как она его любит. И именно в этот момент они поняли, что у них судьба одна на двоих, и Изабель сделала выбор, именно быть с ним всегда. То есть с одной стороны... Рядом в одной могиле. Да, она понимала, что Педро-то ее уходит. Уходит, он и ушел-то ради нее, из-за нее. Да, то есть тело-то остается, грубо говоря, если тебе нужно тело, ну оставайся рядом с телом, но она поняла, что дух-то важнее. И она вот когда видит Педро именно в машине, когда она в самые кульминационные моменты последних серий сериала видит именно Педро, и она именно с Педро разговаривает, и Педро его называет, то есть у нее произошло... Она от всего освободилась, у нее вот эта вот суть женская. Даже от мозгов. Да, это инстинкт, то есть вот как эта собака, Азур, да, она ведь инстинктом почуяла хозяина. И то же самое вот Изабель, она почуяла своего мужчину инстинктом. Ты знаешь, этот инстинкт, вот этот вариант, который ты говоришь, он у меня ассоциируется только с одной вещью, знаешь, ниже пояса. Там головы нет. Нет, 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 нет. Нет, ребят, тут в принципе дело не в сексе, не в чем таком было. Нет, речь не о сексе. Речь не о сексе. Сначала может быть, ладно. Просто там заморачивание идет в том плане, что человеческая голова порой, она не позволяет, разум затмевает инстинкт, потому что инстинкт это ведь не всегда плохо. Инстинкт это не всегда плохо, но инстинкт это всегда пагубно. Но я бы так не сказала, потому что вот именно она почуяла своего мужчину, и она за этим своим мужчиной пошла, и в конце концов в поединке тела и души полетел в дух. Ну ладно, я бы так не сказала. И они вот вдвоем, у них как-то вот, они друг для друга. И они вдвоем ушли, и на мой взгляд, это было даже, вот это был даже хороший конец. Ну да. Вдвоем. Опять-таки я бы не сказала, что это хороший конец, потому что по поводу очистки, Изабель очистилась, я извиняюсь, от мозгов. То есть к концу, к концу, это было загипнотизированное нечто, которое ничего не соображало. Не соглашусь абсолютно. Ну тут видишь, какой сериал, его ведь можно вывернуть как угодно. Как угодно, да. Мы видим там разные вещи. Девочки, она ничего уже не соображала, потому что то, что она вытворяла в этой гостиннице, где они остановились, разум отключился. Как вы говорите, остался один вот этот вот женский инстинкт. Я бы выразилась грубее, но как-то... Нет, смотри, на мой взгляд, там была и гостиница, вообще все то, что происходило с ними после ухода из дома, там было одно. Она пользовалась любой вот этой возможности, любым моментом, пока дух Педро был еще в этом теле. Она прекрасно понимала, что все это уже кончается. И когда это, наконец-таки, вот эти промежутки здравые стали совершенно вообще микроскопическими, она приняла решение. Уходит он, уходит и она, и все. Но для этого не надо было там топить тело. Она же не могла знать точно, выживет ли этот крестьянин или нет. Ну да, тут-то не понятно. Да ну и в принципе, выживет или не выживет, какая разница? Духа Педра-то уже не было, все. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ей было пофигу на это тело. Нет, нет, зря, зря, зря. Вот зря, потому я ей говорю, что она уже не соображала, что делает. Она тут жалела Кантолисию, подожди. Она жалела Кантолисию, она отправила ей деньги. Она прекрасно знала, что это тело муж Кантолисии, реальный муж Кантолисии, без которого ни она, ни мальчик не будут хорошо жить, нормально. И это тело заимствованное. И она готова была утопить еще одного человека. Нет, Педро, Педро и так умирал. Он бы и так ушел. Она была готова утопить молодого, здорового человека ради того, чтобы утопиться самой. Она просто преступник, который серийный убийца. Ей было абсолютно наплевать на этого живого человека, тело которого занял этот хрен с горы Педро Хосе Доно. Она уже ни о чем не думала. Да, Лена права, инстинкт. Но инстинкт настолько разрушительный. Ну, может быть. Во всяком случае, если подводить итоги, то самая главная идея, наверное, такая, что ни одна красивая оболочка погода не сделает. Если содержимого внутри нет, то, ребята, извините. Это извинение всегда прорвется. Это избитая истина, девочки. Ну, она избитая, но смотря как ее подать. Можно долго и нудно тебе рассказывать, что да, если ты квазимода, да, но ты красив душой, то ты и красавец. Хотя, извини, окружающие тебе совершенно обратное говорят. Квазимода не может быть красивым душой. Это уже известно. Нет возможности уродному, физически человеку, быть хорошим. Ему не дадут этого сделать. Абсолютно не согласна. Дело в том, что разные обстоятельства житейские бывают. Разные бывают среда, где человек воспитывается. Мало ли что. Но тут главное не в этом. А тут главное в том, что человеку дана была возможность прийти в этот мир и все исправить. И в том числе. Вот и все. Он этот шанс свой профукал. Да? Благодаря этой женщине он этого не сделал. Ну, это да, это фатально было, да. Она вот эта такая, ла фам фаталь. Да, она ла фам фаталь. Именно фатальная женщина, да. Вот и все. Она ведь и сама пострадала от сути своей. Это не важно. Вот это никому не интересно. Понимаешь? Что она и сама пострадала. Она к этому стремилась. Это была ее цель. Вот смотрите. Педро все равно уходил. Ей было достаточно подождать несколько дней. И дух ушел бы. После этого делай, что хочешь. Ты чиста перед Богом. Что она делает? Она убивает себя и убивает здорового, абсолютно нормального человека. Второго. Зная, зная. Не доставайся же ты никому, да? Да. Не доставайся никому. То есть тело ей тоже было важно. И еще как было важно. Ей был важен именно Педро Саль. Вы забываете эту хохму. Вы говорите, это бой души с телом. Ни хрена подобного. Ей был нужен именно вот этот синтез. Вот этот синтезированный мужчина. Собранный из двух частей. Он ей был нужен. Ее дергало каждый раз, когда на месте лица Сальвадора она видела Педро. Ее все время дергало. Хотя уже нет. Дергало, дергало каждый раз. Только в самом последний момент, когда она уже сказала, ну хрен с тобой, положила руки на... Сняла руки с этого. Да, в тот момент ее ничего уже не дергало. В тот момент она уже все. Она крышей поехала. Она у нее... Но всю дорогу, когда она на него смотрела, она дергалась. Потому что Педро как таково ей был неинтересен. Ей был интересен Педро Саль. Вот этот вот синтез. Это было то, к чему она стремилась. И ради кого она поубивала всех. И когда она называла его Педро, то это была очередная печать на этого человека. Ты мог... Каждый раз, называя его Педро, она убивала дух. Она заставляла дух встать и уйти побыстрее. О чем вы, девочки? Ей не нужен был Педро. Ей нужен был Педро Саль. Тут, в общем, вывод такой, что этот сериал, он предоставляет огромное поле для размышлений. Говорить о нем можно вечно. Поэтому давайте прекращаем. В общем, уважаемые слушатели, если вы хотите посмотреть нетрадиционную черно-белую новеллу, в которой все понятно еще до начала, если вы хотите дать себе пищу именно для ума и для души, то этот сериал для вас. Потому что он предоставляет такое поле для размышлений, для споров. Короче, смотрите «Желанное тело». Смотрите нас дальше. Подписывайтесь на канал. Будет интересно.